Ну а что тут комментировать? Проиграли игру. Хочется поздравить команду Аланни с победой. Нельзя вывести очки с любого выезда, или даже взять их дома. Не то что не бьешь, а не попадаешь ворота. Потому что те моменты, которые у нас были, в принципе, было достаточно, чтобы наиграть хотя бы на ничью, а то и выиграл матч. Ну, в принципе, в целом, конечно, продавила у нас команда Аланни верховую борьбу полностью. При игре в линоб. Ну, в принципе, выглядели неплохо, но... То есть, вот я сам брал из себя. Ну, что дальше говорить? Проигрыш есть, проигрыш, и вопросов никаких нет. Значит, на сегодняшний день команда Хозяева была сильной. Даже говорить нечего. Как вы думаете, был такой момент, как недооценка, когда соперник знает, что команда подряд сколько на матч? Нет, недооценка я не думаю, что было сильной. Просто в определенные моменты команда Хозяева была точнее и удачнее. Поэтому... А так, в принципе, по-разному игровая сложится. Ну, сегодня сложилось так. Вопрос. Можно вопрос? Скажите, вот, в предыдущие годы как-то главы тропедовческих фаворитов поближе к тройке, скажем, да? В этом году результаты походы. С чем это связано? Ну, год на год не приходится. Значит, скажем так, менее удачный год для нашей команды. Мы пытались подтянуться к тройке, но потерянные дома 4 очка нас откинули. Даже мы пока не выполним задачу попасть в пятерку. Сегодняшнее поражение еще более усложнило ее. Так что... Такая на данный момент ситуация в команде. То есть какие-то вот объективы, там, может быть, финансовые проблемы или кадры? Вы понимаете, финансовые проблемы во всей стране сегодняшнего времени есть. Если в это вдаваться, то уже зачем тогда вообще заниматься тем, чем мы занимаемся? Проблема есть не только у нас, наверное, и у вас. Первая команда «Аланья» снялась. Так что будем надеяться, что мы доиграем в сезон и в следующий сезон вступим. Поэтому тут даже не хочется комментировать эту тему. Так что вы все прекрасно знаете про нашу команду. Даже не хочется повторяться. Если футболист одел бутсов, он должен выходить и играть. Потому что никого не волнует. Зрители не должны волновать наши проблемы, которые приходят и болеют за нашу команду. Очень сложная игра, тяжелейшая игра. Наконец-то было приятно. Все говорил, когда кто-то нас поздравит. Сегодня нас поздравили соперники. Большое спасибо. Как говорили, мы думали и догадали. Как бы игра сложилась. Но игра сложилась. В общем-то складывалась очень и очень тяжело. Немножко нам где-то тоже повезло. Игра была равная. Она, в общем-то, как модно ныне говорить, валидольная была игра. Но, тем не менее, когда ребенок рождается в внуках, рождается в внуках. Так что эту победу родили в внуках. Нельзя сказать, что нам все во всем подфартило. Ребята бились. Ребята играли. Отдались по самоотдаче. Никакого претензий нет. Были какие-то ошибки позиционного плана в обороне. Которые старались как-то исправить. И где-то соперник плоховал в некоторых моментах. В общем, победа очень нужная. Очень необходимая. И по явлению, в общем-то, мы ее, так сказать, заслужили. Сегодня получилось так, что большие перестановки были как и по составу, так и по позициям. Совершенно верно. А потом уже в первом тайме стало возвращаться все обратно. Это не удался эксперимент? Нет. Дело в том, что он отчасти удался. И здесь была задача другая. Это была задача в каком-то психологическом плане. Дернуть, допустим, несколько человек из того состава. Поэтому пришлось так сыграть. Хорошо, что мы не пропустили. Хорошо, что мы вышли. Ребята вышли за окрыленные. Поняли, что они нужны в команде. И они, конечно, сыграли на должном уровне. Опять же были, еще раз говорю, не скажем, что все по маслу, все прошло. Все было. Были ошибки. Было тяжело. Тем сильнее. Это первая победа в весенней части чемпионата. Валерий Викторович, просматривается тенденция во всех матчах, которые Аланя Де провела в этом сезоне. Второй тайм гораздо сильнее играет команда. С чем это связано? Все вторые таймы? Какая-то небольшая у ребят присутствует робость все-таки. От этого нельзя уклониться. От этого нельзя уйти. Это налицо. Это мы все видим. И где-то начинает, ну, порой в одной игре была у нас и во втором тайм плохая игра, между прочим. В общем-то, эта робость где-то ребята преодолевают, чувствуют уверенность, чувствуют, что могут они играть. И могут играть с любыми командами. Режьте. Первые туры с лидерами были тяжелые. И видели, что можем, можем. И начинается игра получаться. Все-таки и до конца не можем раскрыть свой полностью потенциал. В этой игре какой-то шаг к раскрытию потенциала был. Вот. И во втором тайме тоже почувствовали, что можно играть, можно обыгрывать. Тот же Волжский сыграл 2-2 в Армавире. А почему мы не можем выиграть? Ну, где-то в первом тайме, во-первых, может быть, сказалось и эти наши перестановки чуть-чуть, что-то такое. Они где-то рисковали в чем-то где-то, да. Но, во всяком случае, видите, во втором тайме все это получилось. Все вышло, как мы хотели. И робость преодолели. И добились очень нужной тяжелой победы. Сегодня можно еще и оборону отметить. Ничего не привезли себя, как в предыдущих матчах. Да, но в плане результата можно отметить, конечно. Но в плане ошибок, сегодня мы откровенно говорили, было очень много таких позиционных ошибок. Хорошо, что так получилось. Будем работать, будем стараться. Не будем говорить, что у нас все в порядке. У нас есть много-много работ. И будем стараться работать и ликвидировать те ошибки, которые были.